Мы сейчас находимся в Якутске. Идет тренинг мультимедийный Бористо. Это четвертый город в нашем туре медиасилы. И чем дальше мы движемся с Дальнего Востока на Запад, тем чаще мне задают вопрос, собственно, что за игры, что за карточки постоянно мелькают на фотографиях и в видеосъемках. Я решила чуть-чуть вам рассказать о том, что мы здесь натворили. Я хочу просто передать сразу привет своему соавтору этого игрового комплекса, соавтор Юрия Некрасова из Екатеринбурга. Даже не знаю, как его характеризовать. Это и писатель, и режиссер, и создатель, и разработчик игр. И мне не удалось бы, наверное, сделать этот тур, если бы не его огромное-огромное участие. Значит, собственно, мы с ним вдвоем придумали идею, что Бористо и составление кофейных напитков очень сильно похоже на создание мультимедийных проектов из различных ингредиентов, смешивая их, перемешивая, создавая там авторские напитки, либо создавая что-то стандартное. И, собственно, Юра мне помог создать такую механику игры, таким образом людям через метафору кофейных напитков рассказывать о создании мультимедийных проектов. Карточки, которые там разработаны, это он и дизайнеры постарались сделать так, чтобы люди, просто переворачивая ингредиенты кофейных напитков, сталкивались с ингредиентами мультимедийных материалов. Вообще, в принципе, вот такой способ организации, создание игр. И вот у меня есть мануал, написанный Юрой. У меня все запротоколировано, у меня есть сценарий, где в какой момент, какая аудитория что должна делать, как они должны меняться. Потому что в играх эти правила определяют динамику, сценарий, то, как люди работают, то, как люди рефлексируют по итогам этой игры. Короче, если вам нужно создавать какие-нибудь интерактивные игры и интерактивные тренинги, не пробуйте это делать в одиночку. Приглашайте профессиональных разработчиков игр и, короче, профессиональных режиссеров. Это круто и это работает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!